Будьте добры, вы когда определитесь с вашим представителем, подойдете вот к руководителю подразделения МВД, он поставит меня в известность и вас готовы принять на приеме граждан руководство. Я записываю на прием. Записываю? Ну, тогда скажите, когда вы созрете, чтобы я мог перезвонить руководству. Так мы зайдем, в три часа начинается прием, и я зайду уже в приемный город. Пожалуйста. Все ваши вопросы постараются. По-моему, уже областная прокуратура должна меня табилировать. Приниматель рынка Остров Вера Григорьевна. Работаю на рынке Остров со дня его основания. И основное наше требование отнять у Одесского торгового дома незаконно присвоенную землю, на которой он незаконно организовал рынок. Эта земля выделялась торговому дому для обслуживания во время строительства универмага. А в 1998 году, значит, Одесский голова дал свое распоряжение на создание рынка. Создавать рынки имеет право только сессия исполкома, но не городской голова. Это грубейшее нарушение законодательства Украины. И поэтому, так как этот рынок был создан незаконно, то он нигде не зарегистрирован. Он стихийный. В течение 12 лет в центре города стихийный рынок. Торговый дом взимал с нас арендную плату. Платили мы рыночные сборы. И все это незаконно присваивалось торговым домам. И ничего в городскую казну ни копейки не поступало с этого рынка. Есть постановление Кабинета министров номер 868 от 2009 года, где сказано, что где будут обнаружены рынки без соответствующих оформленных документов, то передавать эти рынки в коммунальную собственность. И мы требуем тоже, чтобы нас передали в коммунальную собственность. Наша акция, вона спрямована на то, чтобы обратить внимание на эти проблемы, на проблемы взагалі наших предпринимателей, на тех людей, которые еще в нашей стране пытаются что-то делать, сами себя как-то обеспечивать, сами себя организовать. Это важное социальное вопрос. Это важное вопрос для всего общества, не только для этих предпринимателей. Чем больше у нас будет капиталистов таких маленьких, тем лучше вообще будет в нашем общественном состоянии. То есть это тот самый средний класс, за который необходимо бороться, который нужно защищать. Поэтому мы здесь. Ну, по этой информации, яка уже была на интернете, яка... 50 заявлений было в Примонскую прокуратуру, в городскую прокуратуру.